Михаил Иванович Сибирцев. Священник, учёный, основатель известной династии просветителей Архангельска. Он был человеком незаурядных способностей, довольно необычной судьбы и долголетия. Родился в селе Ровкино Шенкурского уезда в семье священника. По окончании Архангельской духовной семинарии, как лучший выпускник, был направлен в земледельческий институт. В середине XIX века было решение о необходимости преподавания курса агрономии студентам духовных семинарий. Будущих пастырей, особенно сельских, необходимо было научить элементарным познаниям в тех сферах, которыми жили прихожане. Ибо первая попытка борьбы с голодом в деревне, когда крестьян просто заставляли сажать картофель, не объяснив, что с ним делать, обернулась картофельными бунтами. Вернувшись в 1846 году, он стал преподавателем в Архангельской духовной семинарии. Полученные знания позволяли Михаилу Ивановичу преподавать как светские предметы, естественная история, земледелие, математика, так и богословские дисциплины. Также он заведовал семинарской библиотекой. С самого начала карьеры он не мог не передавать свое видение своим ученикам, будущим священникам. Учеником Михаила Ивановича Сибирцева был и Иван Сергиев, будущий известный церковный деятель, ныне причисленный к веку святых Иоанн Кронштадтский. Юноша из пинежской деревни, поступивший в Архангельскую семинарию, сдружился с молодым учителем Михаилом Сибирцевым, который был всего на пять лет старше. Иоанн Кронштадтский был последователем своего учителя. В одной из проповедей он говорил, «Каждая травка, каждый цветок, как будто шепчут нам, тут Господь». Рассматривайте премудрые устройства растений и познавайте в них Бога. Будущий всероссийский батюшка всегда считал своего учителя духовным наставником и до конца его жизни поддерживал уважительно близкие отношения. Отец Иоанн во время посещения Архангельска регулярно бывал у Сибирцевых, а порой и останавливался у них. Освещать новопостроенное здание Сурского подворья Кронштадтский батюшка поручил своему учителю. Учиться в семинарии во многом означало учиться у Сибирцева и по Сибирцеву. Впрочем, учиться по Сибирцеву со временем стали не только в Архангельске, но и буквально во всей России. Рудиция в вопросах естествознания и богословия в сочетании с накопившимся педагогическим опытом подвигнула Михаила Ивановича на составление оригинального учебного пособия, которое получило высочайшее благословение Синода и рекомендовано для всех духовных училищ и семинарий. В сочинении это называется «Опыт библейской естественной истории или описательное изложение библейской геологии, ботаники и зоологии». Дальнейший поворот в судьбе Михаила Ивановича оказался сколько неожиданным, столько и закономерным. В 1880 году, после 32 лет учительства в семинарии, выслужив пенсию, он бодрый духом в возрасте 56 лет решается послужить в церкви в сане священника. В начале Благовещенской церкви храм был расположен на набережной Северной Двины на перекрестке с Благовещенской улицей, ныне Розы Лексюнбург. А затем становится протеереем Рождественской церкви. Она находилась на Троицком проспекте между нынешним Театральным и Банковским переулками, где прослужил 13 лет. Благодаря Михаилу Сибирцеву, захеревшая тогда и загрязненная Рождественская церковь превратилась в благоустроенный храм. А в 1894 году 72-летний отец Михаил назначается настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора, главной святыни губернского города. Собор находился на месте Архангельского драматического театра. К церковному поприщу Михаил Сибирцев был подготовлен прошлым семинарским образованием, богословской эрудицией, педагогическим опытом. Обладал он для этого и несомненными физическими данными, прекрасной дикцией, приятным баритоном. По воспоминаниям Ксении Петровны Гемб, ее бабушка Александра Петровна Минейко не раз говорила в семье, что отцу Михаилу надо было бы вопере петь. Проповеди про Таирея также отличались артистическими переливами голоса, наполнявшими Троицким собор с его прекрасной акустикой. Одно из ранних детских воспоминаний Ксении Петровны Гемб. Бабушка привела ее в Троицкий собор и попросила отца Михаила, своего духовника, приучить внучку к исповеди. Батюшка отвел девочку в сторонку и спросил, «Ну, скажи, в чем ты будешь исповедоваться? Что ты сделала плохого?» Маленькая Ксения ответила, что не знает, что она сделала плохого. Батюшка тем и благословил, «Ну и живи, детка так, чтобы тебе никогда не пришлось каяться в чем-то плохом» и отпустил ее. Кажется, нехитрая по смыслу наставления старца-священника сопутствовала нашей славной Архангела Городки на протяжении всей ее жизни. В Михаиле Ивановиче Сибирцеве уместилось многое. Талант педагога, проповедника, интерес к земному естествознанию и интерес к познанию духа, талант литератора. Образцом же эпического содержания, в котором выразилась любовная привязанность к родному краю, является большое стихотворение «Архангельск», посвященное трехсотлетию города, 1884 год. Болото, кочки, мхи и воды, но и среди пустыни дикой наш город множится, растет и не без радости живет. О, будь счастлив, наш град родимый, Архангельск, севера краса! И Божьим помыслом хранимым яви усилий чудеса! На славном поприще прогресса стремись к добру, ищи тех благ, что нам дают науки, пресса «Бужайся в силах, зрей в плодах» и «Ведай» сказано давно «Ученье – свет, тьма – не ученье». Там, значит, худо, где темно, добро лишь там, где просвещенье. «Итак, побольше света, света, ты из науки почерпай! Нет лучшего тебе привета, родимый мой холодный край!» Богу было угодно, чтобы Михаил Иванович и его добродетельная супруга воспитали пятерых сыновей и четырех дочерей. Такое количество детей было нелегким для рядового преподавателя семинарии. Впоследствии младшая из дочерей Вера Михайловна рассказывала, что когда отец был священником и получал пенсию за выслугу лет в семинарии, быт семьи не был зажиточным. Вплоть до того, что каждому за столом выдавался отдельно ржаной калач «хочешь – ешь, хочешь – гляди на него». Одежда и обувь девочек, в то время гимназисток и епархиалок, не была модной. Туфлей с завязками не видали, носили простые. Своего дома сибирцевы не имели. Снимали квартиры вначале в частных домах с оплаченным пособием от семинарии, позже жили в домах церковного ведомства на Троицком проспекте напротив Рождественской церкви и в соборном доме на углу Троицкого проспекта и Соборной улицы, улицы Карла Липнихта. Когда отец Михаил перестал быть протеереем собора, ему, с оставшейся при нем младшей дочерью Верой, отсюда пришлось выехать. Все дети Ивана Михайловича получили образование в семинарии, епархиальном училище, гимназии, а сыновья затем обучались в столичных высших учебных заведениях, в Университете и Институте Духовной Академии. Иустин Михайлович – крупный историк-полеограф, исследователь древнерусской письменности, краевед, педагог, создатель музея-древлехранилища, одного из лучших в России, член-корреспондент Академии наук СССР. Николай Михайлович – выдающийся ученый, естествоиспытатель-геолог, почвовед, агроном, один из основоположников учения о почвенном покрове земли. Константин Михайлович – богослов, преподаватель Архангельской духовной семинарии. Александр Михайлович – словесник, директор реального училища на Кавказе. Евгений Михайлович – ботаник, почвовед. Естествоиспытатели, гуманитарии, богослов, а не все, за исключением младшего Евгения, были еще и преподавателями, педагогами. Священник Михаил Иванович Сибирцев умер на 90-м году жизни в 1912 году, пережив супругу и четырех своих сыновей. Последним пристанищем стало кладбище Михайло-Архангельского монастыря, рядом с могилами жены и двух сыновей. Михайло-Архангельский монастырь находился между нынешней улицей Урицкого и насыпью Железнодорожного моста. Монастырские фундаменты находятся под пятиэтажками 1960-х годов. С 2019 года на территории монастыря ведутся археологические раскопки. Итог же бытия отца Михаила предельно кратко выразил автор, посвященного ему некролога. Поучительно для нас уже его долголетие, столь редкое в наш хилый век. А личность отца Протеерея так поучительна, жизнь так многосодержательна. Продолжение следует... Продолжение следует...